Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Медленно, но уверенно мы шли к нашей цели, но силы были уже на исходе, а темнота вокруг начала сгущаться. Я уже еле стояла на ногах, но Шаватян помогла мне идти. Горечь поражения не давал мне покоя. Да вы там просто снежками кидались, господи. Еще бы чуть-чуть, и я бы обязательно их победила. Я не сомневаюсь в этом, но мудрый воин всегда должен знать, когда отступить. Ты права. Мне нужно восстановить силы, а сделать это можно только в одном месте. Шавушной. Мы смогли, мы добрались. Только сейчас это место выглядит как-то иначе. Ощущение, что его полностью поглотила тьма. Хотя, быть может, это из-за того, что я ни разу не была здесь в ночное время. А что, если там нас поджидает тот ужасный белый соус? Но я не чувствовала ничего тревожного. Наоборот, от этого места исходила необычайно сильная аура спокойствия. И я взглянула на Шавутян. Она одобрительно кивнула, и мы поспешили войти. Внутри все было как обычно. Ничего не поменялось. Шавушный все еще работает? Похоже на то. Это мой шанс. Шанс отведать вкусную шаурму еще раз. Позабыв обо всем на свете, я отправилась в кассе. О, как бы тебя не смутило то, что как бы соус появился как раз таки в этой шаурме, которую ты заказывала. Нет? Ой. Вадим, Вадим. О, ты пришла за добавкой? Не скажу, что мне понравилась та шаурма со специальным соусом. Так что в последний день я бы хотела отведать обычной. Обычной? Да. Внезапно в глазах начало темнеть, а ноги перестали держать меня. Эй, с тобой все в порядке? Да, я в норме. Не похоже. Вызову-ка я скорую. Чуть позже в больнице. К нам сегодня поступил пациент, похоже, отравление. Чуть позже в шавушной. Как же я ожидала, она вернулась этим же вечером. А означает ли это, что все прошло по плану? Ай, Вадим, все-таки какие-то козни все-таки строил, да? С ней точно что-то случилось. Заметила ли она, что это не похоже на обычное отравление? Да она, походу, не поняла, потому что как бы она съела. Она почувствовала, что соус какой-то странный. Потом пошла мистика. И она забыла, что она могла отравиться. Ссылаясь на то, что я вижу, что там параномальщина. А то, что отравления нет. Нет, извините. Наверняка она подумала, что соус испорчен или что-то вроде того. Ну, по идее, как бы соус странный был, да. Она не знает, что я просто не могу приготовить плохую шаурму. Просто это была особенной. Специально для гурманов. Одним из которых она несомненно является. Но я не могу знать наверняка, видит ли она ее. Человеческий разум – величайшая загадка. Возможно, будь я человеком, и я бы лучше понимал, что с ней происходит. Однако, жалеть не о чем. Учитывая мой статус шаурмастера солнечной системы, мне бы позавидовали многие земляне. Получается, нам Вадим рассказывает... Намекает кое-что, что он сам как бы не человек, да? Сегодня я сделаю большой шаг на пути к рецепту идеальной шаурмы и званию Гарант Шаурмастера. Но эксперимент еще не окончен. О, господи. Вадим, ты куда? Она что-то там говорил про последний день. Неужели она подумала, что я закрываю свой ресторан? Ну, по листовкам было сказано, что да. И то, что какие были скидки. И что там было написано «да». Вот, глупышка. Я всего-то на себя хотел переехать в большое уютное помещение на соседней улице. Продолжение следует. Так, мы закончили, получается, первый эпизод. Так, это кто создал? Вот, получается, мы прошли первую главу. И тогда приступаем к следующей главе. Следующая глава вышла 1 апреля. Роман. Обычный курьер из не самой престижной доставки. В последнее время в городе происходят странные вещи. Животные стали вести себя иначе, а люди вокруг словно состоят в каком-то зловещем сговоре. Сможет ли наш главный герой доставить Шаурму и при этом остаться в живых? Вот это интересно. Кстати, а вот другие главы. Вот как раз-таки третья глава, которая совсем недавно вышла, 7 числа. И вроде как я еще слышала, что есть еще какие-то бонусные эпизоды. Вот, поэтому до них мы еще доберемся. А так мы приступаем ко второй главе. Так что, начинаем. Заказ на 503 рубля. Откуда? 19 минут. Драпица. Самара улица Владимирская. Куда? На Ткачевскую. Первый заказ спустя 4 часа работы? Замечательно. Слот закончится через час. Лучше уж просто спокойно посидел бы до конца и получил минималку. А теперь нужно еще и тащиться куда-то. Ну, что же с жизнь-то? Работаю исправно вот уже полгода. Всегда стараюсь сделать все на совесть. Учусь на ошибках. Если они случаются, а что в итоге? Заказов нет. Платят мало. Да еще и клиенты вечно жалуются. Какой вообще толк от этого курьерского рейтинга, если по заказу все всегда одинаково глухо? Свободный график. Доход до 100 тысяч в месяц. Бонусы и скидки в ресторанах. Работа, мечты, одним словом. Ага, как же. Да у меня на аренду хата едва хватает. Ой, так современно, кстати. Проблемы, которые постоянно возникают с клиентами. Одна абсурднее другой. То навигатор не может найти нужный дом. Но тут человек огняет заказ, когда я уже на полпути к нему. Чаще всего люди ведут себя так, будто совсем не хотят получать свою еду. Последняя пара случаев мне особо запомнилась. Недавно, вот выполнил доставку в элитный район. На входе мне встретилась консьержка, которая ни под каким предлогом не хотела пропускать меня дальше первого этажа. Конечно же, я сразу связался с заказчиком, но тот наотрез отказался спускаться и забирать еду самостоятельно. Какие же просто... Главное, заказали, заплатили, нет. Мы не хотим, мы заплатили, так что поднимайтесь. А в итоге, что консьержку, если мы ей отдадим, она, наверное, съест по дороге. О, господи. Поддержка тоже не посвешила мне помогать. Консьержка сразу же мне понравилась. Выглядела она так, будто еще вчера была пациентом в двурке, а глаза у нее были такие же хитрые, как у того лысого чувака, который скрутил мне шавуху с укропом. Она явно забрала всю мудрость этой жизни, скрутила из нее косяк, и теперь нахально дымила в лицо любому, кто имел дерзость перейти ей дорогу. Я не мог и не хотел ей доверять, но выбора у меня не было. Нужно было как-то выкручиваться из сложившейся ситуации, и я не придумал ничего лучше, кроме как подкупить ее и попросить донести заказ до нужной квартиры. Ну, я насчет этого варианта думала, да. Конечно же, она оставила ей деньги и еду себе, а я получил автоштраф за невыполненный заказ и кучу гневных слов от клиента по телефону. Ну, я же говорила, консьержка все съела. И в этом случае поведение заказчика еще хоть как-то поддается логике. Ну, вот один раз в ресторане забыли положить салфетки. И Клетт не придумал ничего лучше, чем накатать жалобу в поддержку, якобы это я их украл. Ну, обычно, когда я заказываю на дом, например, там суши или же что-то такое, как бы я не придираюсь к салфеткам, потому что, ну, во-первых, я дома. Во-вторых, ну, можно подойти к раковине, помыть руки. Not bad. It's good idea. Просто я просто не знаю. Ладно, если бы в ресторане самом, когда ты заказываешь, там ешь, и тебе не докладываются салфетки, ну, тут уже другой разговор. Тут хотя бы можно даже подойти на кассу и сказать, а можно салфетки? Ну, те же дадут, как бы тебе они не это, не отругают они это. Да тут обязательно. Что за клоун был? Нужно ведь было додуматься до такого. В конце концов, мог бы проверить при получении и попросить у меня. В моих карманах всегда найдется парочка. Как вы уже поняли, в любом случае, виноват курьер. Конечно, самый прочный фундамент успеха строится из тех камней, которыми в тебя кидали. Но мои нервы, похоже, сдадут раньше, чем он будет построен. Кстати, тут у него, а, съедобная собака. Курьерская досаха съедобная собака. Он еду для собак доставляет? Я надеюсь на это. Просто как-то название такое. В этот раз повезло, и все прошло без происшествий, но это меня не особо радует. Такое ощущение, что с каждым днем я зарабатываю все меньше и меньше. Что дальше? Спустя еще какое-то время мне вообще перестанут давать слоты. Кажется, пора задуматься о смене работы. На крайняк можно попробовать в недавно открывшийся веб-шоп устроиться. 20 минут до конца слота. Начну-ка я потихоньку отопать в сторону дома. Звонок. Ух, какой заказ! На 3 800 рублей. Типичный Олег. Хороший ресторан. В Нижний Поджук. Такое название есть в Ульзу. Что это? Заказ на 20 шавух и одна в подарок. Одна в подарок. То есть всего их 21. 21, 21. Я тоже такая, что в смысле? Что за космос? Что? Простите, как я это натащу? 21, это ведь мое число. А еще звезды сегодня расположены очень удачно. Это явно знак. Знак того, что рано уходить с этой работы. Приняв заказ, я отправился в шавушную. Гнельбар. Типичный Олег. Просто Гнельбар. Вы видите название. Ну вот я и на месте. Гнельбар. Типичный Олег. Не могу. Ой, зато какие тут это официаночки. Кассирши. Здрасте, Татьяночка. Как там заказ на 21 шаву? Половина уже готова. На остальные нужно еще минут 15. Ну да, заказ довольно большой. Неудивительно, что он еще не готов. Возьму кофе. Заодно поболтаю с продавщицей. Мне вот всегда было интересно. А почему на вывеске гриль заменено на гнель? Это длинная история. У меня вроде хватает времени, чтобы послушать. Ну, тогда слушай. Эта шаурмешная принадлежит Олегу. Один из тех этих бизнесменов, которым плевать, во что вложить свои бабки. Лишь бы в названии было их имя. А желательно еще и лицо на логотипе. Мне кажется, этот Олег не в курсе. Или Олег слишком тупой, когда не видит надпись, которую они сделали. Ну, в общем, так и появилось это заведение. Под начало дела шли просто отлично, и мы продавали шаурму высшего уровня. У вас что, в один уже запелся потом? Со временем руководство запил на качество, решив наживаться на заработном имени. Самый активный бунт устроили школьники, постоянно исправляя на вывеске букву Р на Н. Понятно. В соцсетях и на заборах надпись «Я любила тебя, Олег» стал новым локальным мемом. То есть, качество шавухи здесь оставляет желать лучшего? На самом деле, да, но я тебе этого не говорила. Но кому тогда понадобилось заказу столько, да еще и в такую даль? Но река в том районе есть шавушный получше, и что это за место? Ни разу там не был. Куда именно заказали? Улица Нижний Паджук, или как-то так. Вместо продавщицы мне ответил голос откуда-то сзади. Когда я обернулся, даже не сразу смог раскрыть посетителя, который уже заговорил со мной. Давно я не слышал этого названия. Это очень опасный район. Парень, не лезь туда. Не надо. А что там такого? Я еще спрашиваю, да там поселилось самое настоящее зло. А в каком смысле? Рептилоиды положили глаз на это место еще очень давно, когда я жил неподалеку. А все началось со странного поведения животных и этих проклятых магнитных бурь. Солнце вошло в активную фазу, и чертовы пришельцы слышали каждое мое слово. Но как это вообще связано? Таких простых вещей не знаешь, каюнец. Значит, слушай сюда. В такие дни, когда ты говоришь что-то, солнечный ветер подхватывает твои слова и преобразует их в колебания торсионных полей. Щупальца пришельцы улавливают эти колебания. Но вы же сказали, что это рептилоиды. Откуда у них щупальца? Да и вообще, торсионные поля — это же полный бред. Поживи, смоё, сопляк, и пойми, что этот мир, мать твою, посложнее, чем беготня с заказами от дома до дома. О, старик, уж я-то с моим стремлением к опознанию истины прекрасно это знаю. Я заметил под шляпой зловещий блеск. О, нет, похоже, ты его разозлил. А как вы это поняли? И если его вставной глаз вылазить из орбиты, это не к добру. Говорят, в особо напряжённых спорах он и вовсе вылетает, и может даже нанести пулевое ранение. Это что за у него такая... Такая способность, что можно это мышцами так взять и выстрелить? Окей, да уж. Чего это там шепчетесь, зелень? И куда движется этот мир, если у молодёжи размокши одно шавухи вместо мозгов? Вот увидишь однажды собачьи хороводы, сразу смекнёшь, о чём тебе дед говорил. Послушайте, я окончил. Заказ на двадцать одну шаурму готово. Слова здравому смысла и продавщица, которая вовремя пришла мне на помощь. Двадцать одну? Да у них там сходка, парень. Ха-ха-ха-ха-ха. Я знаю, о чём говорю. Шаурма у них в огромном почёте. Они только её и потребляют как... Как питательные батончики. Послушай, старика. Бросай это дело. И уноси ноги куда подальше. Откуда я точно хочу унести ноги, так это отсюда. Я в спешке упаковал заказ в рюкзак. Влезли все шавухи, кроме одной, бесплатной. Что же делать? Утрамбовать получше? Нет, тут и так всё битком. Если прижать её сильнее, у многих шавух прорвёт нищие. Я не могу так рисковать. Никаких дополнительных отсеков или термопакетов у меня не было. А потому я не придумал ничего лучше, кроме как положить последнюю шаву в карман. Он был не особо глубокий, из-за чего шавуха торчала из него наполовину. Мне кажется, для него это будет плохой концовкой. Видимо, он она даст, просто будет про эту шавуху в твоих кармане. И на него начнётся прям эта погоня из собак, мне кажется. Лишь бы не выронить где-нибудь по дороге. Я поспешил к выходу под причитание поехавшего старика. Шавуха выпала из кармана, и я остановился, чтобы поднять её. Смотри-ка, собрался таки принести подношение прямо в лапы. Легко предавать человеческий род, да? Я выпрямился и тяжело вздохнул. Как же меня достал этот дед? Я не знаю, как ответить, поэтому давайте-ка не будем дерзить деду. Мне кажется, это плохая идея, поэтому мы молча поднимем и уйдём. Не замечая ошибки с торца, старое дерево бесполезно пересаживать. Урководствуюсь этой простой истиной, я проигнорировал старика и просто ушёл. По дороге я всё думал о его словах. Не то чтобы они произвели на меня впечатление, просто порой я тоже замечаю, что вокруг творятся странные вещи. Например, недавний репортаж по телевизору. Я не особо смотрю телевизор, но иногда включаю его на фоне, чтобы в квартире звучало хоть что-то, кроме моих чертыханий из-за неудач в копателе онлайн. Под ТВ всегда показывают какой-то конспирологический бред, и обычно я даже не вникаю в происходящее. Но в тот раз моё внимание привлекло абсурдность сюжета. Это был остросюжетный репортаж о том, как у одной девушки из нашего города пришельцы похитили шаурму прямо из рук. Потом вспоминаем дело из кафешки, окей. Она гуляла по парку одним вечером, наслаждаясь едой, как вдруг они, пролетая сверху, притянули шаву своим граби-лучом. Неужели кто-то верит в этот бред? Хотя после сегодняшнего дня я теперь знаю кто. Хе-хе-хе-хе, так это какой-то переулок. Это ещё ладно, но вот странные звуки, которые я иногда слышу из ночных переулков во время рабочих поездок, даже не знаю, как их описать. Будто кто-то кричит, скорее даже орёт на разные лады, и этот ор обрывается, и в фрагмент зацикливаются, перематываются, искажаются, прямо как в какой-то богово на игре. В такие моменты мне начинает казаться, что весь наш мир – матрица, но я утешаю себя тем, что это просто бродячие диджеи развлекаются. Да и сомневаться в собственной реальности – это противоречит моим убеждениям. Думаете, это всё странности? Тогда вы сильно ошибаетесь. Я живу на первом этаже, и уже привык к тому, что под окнами постоянно кто-то ошивается. Я понял, мать! Бабуля, сгинь! И я привык даже к тому, что какая-то пенсионерка завела ритуал каждый вторник с четырёх до шести вечера пялиться ко мне в окно. Поначалу я бесился, как любой нормальный человек, в чём личное пространство так бессовестно втрагаются. Но потом решил смотреть на ситуацию, как подобает именно мне, по-философски. В конце концов, как он мне делал до этой безобидной старушки. Если она не мешает мне, то пусть делает, что хочет. Но неделю назад, в очередной такой раз, я заметил что-то странное. Она всегда стояла практически неподвижно, но в этот раз её неподвижность была слишком неестественной. Сначала я списал это на темноту у подъезда, но чем больше я выглядывался, глядывался, тем дурнее мне становилось. Во всём её облике было что-то странное и даже пугающее. Я видел перед собой всю ту же пенсионерку, но все мои чувства просто вопили, что люди так не выглядят. Изнемогая от неопределённости, я вышла во двор и подошёл к ней. Всё во мне замерло от шока, когда я понял, что именно случилось. Вместо привычной живой пенсионерки стояла её распечатка на картоне в полный рост. Что за бред вообще? Кому это было нужно? Зачем? Эти вопросы волнуют меня и по сей день. На следующий втоник оригинал пенсионерка вернулась, и я смогла вздохнуть с облегчением. А почему оригинал пенсионерка так написали? Только вот и это ещё не всё. После её возвращения голуби стали сидеть странными кругами, как ведьмины кольца, которые образуют некоторые грибы. В то же время некоторые соседи внезапно покрасились в белый, а вскоре их всех увезли омоновцы. Да-да, и голубей, и соседей. Что? Очень странно, не так ли? Да уж. А ещё был случай, когда я ехал в другой город, на встречу любителей копятеля онлайн, который успешно заменяет мне реальный мир после тяжёлых будних дней в нём. В поезде мне приснился странный сон, удивительно похожий на реальность. Мне снилось, будто я шёл в вагон-ресторан, чтобы перекусить посреди ночи. А от него меня отделял один вагон, в котором ещё час назад сидело много людей. Но почему-то в этот раз он был абсолютно пуст, словно все высадились на остановке, которых, кстати, не было. Меня-то задачило, но больше я был рад, что у чужие ноги не торчат в проходе. А когда же я дошёл до вагона-ресторана, обстоятельства приняли сюрреалистический оборот. Что? Вместо людей ведь здесь сидели существа неизвестного науки вида, напоминающие разноцветных осьминогов. Может, всё-таки до этого у тебя гулины были? Не зря тут старик ходил, как бы говорил что-то похожее. Их щупальцы извивались, издавая щелчки и треск. Похоже, осьминоги общались, общаясь ровно до того момента, как заметили меня. Они мигом замерли, а на меня уставились глаза с вертикальными зрачками. Множество, множество глаз. Моё сознание помутилось, и остаток сна я не запомнил. Да ты стопроцент убегал. Когда я проснулся, оказалось, что прошло не так уж много времени. Я спешно отправился в соседний вагон, где, к своему счастью, обнаружил торчащие в проходе ноги спящих людей. Какого же причиня я испытал тогда? Но вот глаз я не смыкал до самого приезда. А ещё луна. Она ярче обычного. Что если дед прав, что есть в городе и правда намечается что-то зловещее? Давайте-ка на этом остановимся. Я так поняла, как бы эпизод занимает где-то около часа, и получается я немножко прошла чуть-чуть, мне там оставалось в первой главе, там чуть-чуть прошла, и ещё получается я половину второй главы попроходила. Вот. Ну, блин, что я так с людьми из Самары? Тут на этот раз почему у всех скажут скажем так глюны по поводу этих шмелоков и монопланетян, что начали там это даже ТВ там снимать та-на-та. Ладно. Если что, можете написать в комментариях по поводу второй истории, которую мы ещё будем смотреть дальше. Вот. А так я с вами прощаюсь. Всем больше спасибо за просмотры, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы хотите подписаться на группу ВК или на сервис Дискорда, пожалуйста, на чуб-канале можете ссылки на группу ВК или на сервис Дискорд. Всем большое спасибо, всем пока.